Всем доброе утро! Сегодня 15 декабря, а это значит, что у меня день рождения. Я решила не брать никаких выходных и решила работать в этот день, потому что дел очень много. Тем более, что завтра-послезавтра казахстанцы отдыхают. В сегодняшний день хочется провести необычно, скажем так. Я приглашаю вас провести этот день со мной, и я надеюсь, вам понравится. Первое, куда я еду, я еду в офис. Мы с моим папой проходим курсы фотомастерства. Сегодня у нас практически урок. Мы поедем в горы и будем там фотографировать. Сегодня классная погода, прям супер солнечная и очень радостная в душе от того, что сегодня такой хороший и теплый денек. Вот сколько я себя помню, когда у моего папы был день рождения, когда была жива бабушка, он всегда приезжал на свой день рождения к ней и дарил ей огромный букет цветов. И когда я совсем была маленькая, мне было как-то непонятно. Папа, у тебя же день рождения, почему ты даришь бабушке цветы? И он мне всегда объяснял, что потому что бабушка дала мне жизнь, потому что это моя мама, потому что только благодаря ей я вот живу, я появился на свет. И в благодарность за это каждый свой день рождения он дарил ей цветы. Мне кажется, настолько это правильно, и это должен делать, наверное, каждый человек. Не обязательно только маме, можно и папе что-то дарить, можно и бабушкам, дедушкам что-то дарить в свой день рождения. Сейчас будем снимать. Снежок, красота в горах. Как нам повезло, что у нас есть горы рядом. Как же... Смотрите, какой снег сверкает. Сейчас я еду, мне нужно отдать заказ, который мы сделали для корпоративного клиента. Вот как только будет все вот прям уже готово, я вам расскажу, что это за заказ. Мне очень радостно от того, что все-таки мы это сделали. И потом я поеду в какой-то супермаркет для того, чтобы закупить продукты. Продукты я сегодня повезу в две семьи. Есть такое общество, которое... Все названия, ссылки я оставлю внизу. Они помогают малоимущим семьям, женщинам, которые, например, вдовели, у которых ребенок или несколько детей. Разные случаи. И я, позвонив девочкам, которые этим занимаются, я попросила у них дать мне две-три семьи, для которых я могу что-то сделать. Я решила закупить им продукты питания, какие-то первые необходимости. Я позвонила одной уже девушке. У нее три дочки. Она вдова. Младший вообще годик. И я ее спросила, когда что купить. Она мне сказала, вы знаете, у меня вообще нет никаких продуктов. То есть, представляете, ну, людям нечего есть. Я ем на ходу, потому что ничего не успеваю. Сегодня даже не обедала. Я, к сожалению, по-моему, вообще никуда не успеваю. Я сейчас успею только заехать в супермаркет. Я поеду в метро. И завтра, наверное, отвезу в эти семьи. Завтра, наверное, и машин поменьше получим. Сегодня какие-то вот пробки просто по всему городу. Мне в шесть надо быть уже дома. Ну, с моей малышкой, которая тоже требовала сегодня моего внимания. Не хотела, чтобы я уходила. Поэтому поеду к ней скорее. Заеду к маме. Куплю ей большой букет цветов. Поцелую. Вот, ребят, если вы никогда не были в метро, я очень рекомендую, особенно для тех покупок, когда у вас... Ну, вы заранее покупаете впрок, чтобы сразу побольше. Тут хорошие предложения у них есть очень часто. Скидки хорошие. Большой выбор продуктов. Поэтому, кто не знал, это можно сделать здесь. Простите нам, Простите. Простите, надевайте. Аплодисменты, гамаль. Аплодисменты, все decor, Я закупилась, поехать уже не успею, как я уже и говорила, все распределю сегодня и завтра, завтра поеду, отвезу. Я купила макароны, много, тут большие такие пачки, сыр, тушенку, хлеб, яйца, колбасу, сосиски. Покупала такого хорошего качества, ну, в принципе, все то же, что мы сами едим дома. Очень классное ощущение, на самом деле, покупать что-то не для себя. А когда это что-то, еще и еда, ну, вот такое базовые вещи, которые я, там, несколько раз в неделю хожу в супермаркет и закупаю себе домой для своей семьи. И это очень приятное ощущение, что ты покупаешь все эти продукты, их так много получилось. И, ну, много это, конечно, относительно, но на какое-то время им хватит. Приехали в цветочный магазин. Всем на заметку, он находится на Гагарина Утепова. Гагарина выше Утепова, а вот здесь есть такие ларьки. Вам нужен самый крайний, самый крайний, ближе к Утепова. Сейчас зайдем. Смотрите, как красиво украсили. Вот сюда. Вот сюда всем надо приходить за цветами, здесь самые крутые цветочки, самые классные выборы. Красивые цветочки. Сейчас к маме поеду дарить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!